Утро 9 января. Мы напросили сегодня в техничку к Фидану Садыкову. Нам предстоит неблизкий путь, покидает ралли Дакар-Боливию. Фидан, сколько нам сегодня предстоит проехать по карте? Мы сейчас в июне. С июня мы начинаем движение в Сальто в Аргентину. Протяженность у нас 1059 километров. Дорога очень петлистая через горы. Очень опасная дорога. И мы будем ехать около... Сколько отдано на это дело? Чуть больше 20 часов. 20 часов? 20 часов пути? Да. Чем ты будешь отвлекаться от сна, например? Отвлекаться ничем, просто будем останавливаться иногда дороги. И дальше поедем. Ну ладно, начинаем движение. Поехали. КОНЕЦ Давайте спросим у Дмитрия Сафронова, специалиста по компьютерным технологиям в команде КамАЗ-Мастер, инженера и исследователя. Не превращается ли раллийный Дакар в высокоскоростной Дакар в гонку технологий? А Дмитрий? Не превращается. Что происходит? Постоянное повышение года-кода электронных систем автомобилей? Естественно. Ежегодная гонка моторов? Да. Система контроля скорости. Да. Круиз-контроль. Ну, круиз-контроль это больше для удобства передвижения, полеозоны, скажем так. Огромное спасибо, Дмитрий, за обстоятельные ответы. Проезжаем в знаменитый город Батоси. Только представьте себе, в колониальную эпоху это был один из крупнейших городов мира. Он был больше, чем Мадрид и Париж. А причина тому огромные залежи серебра, которые были здесь найдены. Всего испанцы вывезли отсюда 45 тысяч тонн этого металла. Основная часть шла в резиденцию короля Испании в Лиму. Но часть металла контрабандой уходила в Сальто, как раз туда, куда мы едем. И, по сути, мы сейчас повторим эти пути тропы контрабандистов, добираясь до Сальто. Баскетбольные площадки, футбольные поля на высоте 4300 метров. Подумайте, сколько вы сможете поиграть в условиях нехватки кислорода в футбол. Сколько минут? Дакаре Многое стало передачи. Многое стало передачи. Многие, первая половина Дакара позади. Краткий итог резюме. С чем мы пришли к этому дню? И что нам предстоит впереди? Да, много нового в этом Дакаре. Увидели мы сами, увидели болельщики. Во-первых, трасса, которую подготовили организаторы. Принципиально новая концепция. Очень скоростная, прямые участки, длиной свыше 100 км. Такого Дакар никогда не предлагал. Да, больше гор. Мы ожидали, что будет сложное бездорожье в гористой местности в Боливии. Но, тем не менее, организаторы почему-то маршрут проложили по ровным участкам. Где извилистые дороги. Много зон ограничения скорости. Такого количества не бывало никогда. То есть, это участники идут на максимальной 140 допущенной. Тормозят до 30 или до 50. Для того, чтобы проехать через населенные пункты. Потом снова разгон. И вот из этого стоит, в принципе, весь спецучасток. Без исключения можно сказать, что подвеска не работает. Мы даже впервые на дне отдыха не меняем задние ресоры. Даже думали передние не менять. Потому что подвеска еще не нагрузилась. Это гонка моторов, гонка тормозов. Но следует отметить, что все лидирующие команды в категории грузовиков очень хорошо подготовились в этот раз. Конечно, это вызывает уважение нашим соперникам. И Века, и МАЭН, видите, какой хороший темп задают. У них очень хорошие двигатели. Рядный 6-цилиндровый мотор лучше показатель динамики показывает, чем наш V-образный. Наш больше себя показывает с хорошей стороны на бездорожье, на песке, на тигунах. Но именно эти короткие отрезки, где нужен разгон, мотор наших соперников лучше. Это подтверждают все наши пилоты, наши экипажи, что мы не можем тут составлять конкуренцию, к сожалению. Ну и торможение. Их двигатели, всех наших соперников, оснащены моторным тормозом. Это современная функция, которая очень дает хороший эффект во время торможения. В нашем двигателе, к сожалению, ее нет. Будем, конечно, над этим работать, но это создает такое, видите, техническое отставание наше. Вот именно на этом виде трассы, которая была предложена организаторами в первой половине гонки. Второй. Впереди еще так 6 дней, как было и в первой половине. Будем проезжать Риоку, Фиамбулу. Это те места, где бездорожье хорошее было в прошлые годы. Где проложили маршрут организатор, мы не знаем. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы было больше бездорожья, чтобы могли свои возможности реализовать наши автомобили, ну и наши пилоты. Мы больше, конечно, подготовлены, адаптированы под сложные трассы, под бездорожье. То, какие мы привыкли в своем виде Дакар. В этом году он новый совершенно. И, конечно, нам, видите, сложно удержать конкуренцию с нашими соперниками. Каждый год надо будет теперь угадывать, какой будет Дакар. Иерсишный, или экстремальный. Или тот Дакар, каким его привыкли, видите, уже умер, его больше не будет. Песчаного, дюнного. Ну, сложно сказать, куда идет тенденция, как себе видят организаторы. Где будет в следующем году Дакар, по каким странам, в Южной Америке, либо где-то в другом месте. Но то, что концепция меняется, это очевидно. И это зависит не от местности. Потому что и пилоты наши, и экипажи, вот я с ними общаюсь после финиша, они подчеркивают, что вот справа, слева есть хорошие, интересные бездорожья, мелкие дорожки. А организаторы почему-то ведут по дорогам, где все на максимальной скорости. Ну и, конечно же, это не вызывает такой высокой конкуренции. Мы видим, что в грузовиках первые десять участников практически каждый день приезжают 8-10 минут. Такого не было никогда. Первая двадцатка, там, 20 минут. Обычно больше растягивались. Где показывали себя машины, показывали себя пилоты, штурманы. Навигации нет вообще. Ну, наверное, что-то новое хотели привнести организаторы. Это им удалось. Ну, он в свои языки утверждает, что Дакар сделан под Кежо, под Лёба, чтобы французская команда приступила на это Дакаре. Ну, это оставим на их совести. Ну, да. Не берусь судить, под кого сделано, как это. Это все-таки решение организатора. Они, им принимать чью-то сторону, они и хозяева положения. А мы, да, мы здесь гости, поэтому какая трасса нам предложена, по такой мы и едем. Владимир Ильич, у каждого свой Дакар. Вот, а сегодня хотелось бы отметить реальный, героический поступок пилотов группы Ассистанс. Они совершили 1000-километровый бросок. И не просто по дорогам, а по хорным серпантинам. Да, безусловно. То есть не только в гонке участвуют пилоты, штурманы и механики экипажей. Те, кто на слуху, чьи фамилии звучат. Группа Ассистанс в каждой команде, не только в нашей. Ребята, которые ежедневно, ночью обслуживают машины, у них тоже очень высокая ответственность и роль в результате. Каждый член команды, выезжающий, он участвует в результате. Потому что механик упустит какую-то трещинку, не затянет какую-то гайку, неправильно сделает какие-то настройки, и все. Результатов на следующий день у экипажа не будет. И также вызывает, конечно, уважение правильно абсолютно водители, пилоты, по-другому не сказать, что этих техничек многотонных, весом под 40 тонн. Этот вес по горам почти 5000 метров. Подъемы, спуски перевозят, ущелья, серпантины. Да, и к тому же такой лиозон, который был вчера, такого я не помню в истории Дакаров. Расчетное время было 21 час. Плюс мы еще почти пять часов простояли в пробке. Здесь очень изменились погодные условия в этом году. Много дождей размытых дорог, и вот была перекрыта дорога. В результате получилось, что в 6 утра ассистант выехал вчера, и сегодня только в 6 утра приехал. В 24 часа пришлось водителям этих автомобилей безостановочно находиться за рулем. Конечно, ребята молодцы. Наши машины доставили на БИВАК. Правый ассистант с КАМАЗа. Не совсем без последствий и с проблемами? Ну да, на одной из машин у нас вышел из строя двигатель и коробка передач. Сейчас будем решать эту проблему. Ломаются не только боевые грузовики, но и автомобиль технической помощи. Конечно, плохо, когда такое происходит. Они начинают перетягивать к себе внимание. Нужно заниматься ими, хотя они не должны быть незаметны в этом плане. Ну что ж, будем заниматься вопросами, выполнять это. А то на Дакар это испытание людей на выносливость, а технику на прочность. Сегодня в России выходной день. Завтра после новогодних праздников все выходят на работу. В нашей команде, на нашем заводе КАМАЗ наши болельщики будут встречаться, делиться впечатлениями, мнениями и переживаниями о увиденном о гонке. Конечно, ребята выложились вчера, чтобы наполнить этот день какими-то положительными эмоциями. Вот завтрашний понедельник, ну и сегодняшнее воскресенье. Конечно же мы в напряжении держали всех наших болельщиков всю неделю. Поверьте, действительно очень сложно, трудно бороться, какое-то там сопротивление оказывать. Очень высокий уровень подготовки в этом году у всех команд. Все одинаково подготовились. Все хотят быть первыми. Никто не хочет уступать. Всем нужна победа. Конечно, борьба это показывает. Ребята, вчера, наверное, сделали невозможное. Последний был горный спецучасток в Боливии. Где там боком, где как, где как. Ну, конечно, я утром говорил, что в первую очередь просил, что борьба борьбой. Результат, но самое главное, конечно, безопасность и осторожность. Чтобы не привело это к каким-то там аварии или трагическим последствиям. Ребята аккуратно проехали, ну и я просил очень так. Ребята, давайте хотя бы порадуем наших болельщиков. Хотя бы, чтобы хоть один был в призовой тройке на дне отдыха. Чтобы хоть какой-то там просвет появился. И ребята это выполнили. Очень радуюсь, что вот сейчас, сегодня, один наш экипаж в тройке лидеров категории грузовиков. Уже зацепились мы за это, но будем стараться не отпускать в последующем. Конечно же, с уважением командам Ивека, МАЭН, Татра, Рено, Скания, Новый Капотник. Все очень хорошо в этом году готовы. Очень высокий технический уровень. Мы это с вами видим. Ну и хорошо готовились экипажи всех наших, всех ведущих команд категории грузовиков. Очень высокий и мощный темп. Новая трасса. Новые принципы трассы Дакара. Впереди еще шесть дней. Будем бороться. Стараемся вас не огорчить. Спасибо, что вы с нами. Мы очень рады за нашу африканскую группу команды, что они начали 2016 год с побед. Поздравляем Антона Шибалова, Роберта Аматыча, Амаза Хисамеева, всю команду, которая представляла наш коллектив в Африке на Африкарейс. И наше американское, нашим африканцам. Три-четыре! Ха! Молодцы! Так держать! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а мы постараемся продолжить то, что вы сделали. Все для этого сделаем. Хорошего возвращения, ребят, домой. С победой! к новому. Трвинут. Нормильный лагдом. Корректор. Легко Apparently Scarer şöyle! Вот только представление!